Привет друзья, с вами Сантей, продолжаем мы рубиться ватам РПГ. В этой серии я наконец-то отправлюсь в грохочущий лес. Покажу вам там все секреты и тайные места. И возьму уникальную винтовку винторез. Для похода нужно подготовиться. Первое что я делаю, прокачиваю Федю. В дереве развития прокачиваю ему Ворошиловский стрелок плюс 10 к ружьям и винтовкам. Прокачиваю монстроведение и Ведьмака плюс 50 урона животным и монстрам. Дальше прокачиваю ему ружья и винтовки до 75. Я специально ждал и копил этот опыт. В 13 серии я взял винтовку СКС у главаря работорговцев. Отдаю ее Феде. Теперь мы непобедимые. Для похода в лес мне будет нужен респиратор. Сохраняюсь, крафтю его. Нужна проволока, изолента, платок и пластиковая бутылка. При неудаче перезагружаюсь. Еще вещи, которые нужны мне в походе. Две веревки, пять кусков мяса, вода 3-4 бутылки, противоядие и ручная граната. Если гранаты у вас нет, я сейчас покажу, где ее взять на халяву. По пути в грохочущий лес нужно зайти за халявной гранатой. На локацию место ДТП. На локации сидит дед возле костра. Он пока мне не интересен. Я пойду к нему позже. Он будет нужен для квеста законник из фагелевки. Забираю мухоморы и иду к ядовитому участку. Обхожу его по самому краю. На другой стороне схрон. В нем граната. По любасу придется хапануть яда, поэтому выпиваю бутылку воды. Все, можно отсюда валить. Выхожу на глобалку и выпиваю еще бутылку воды. Ну и можно направляться в грохочущий лес. Я пришел на локацию ночью. Возле костра стоят двое не от мира сего. Анастасия Б. и Анастас Бурда. Они появляются только ночью. Кроме того, что они не видят друг друга, больше о них никакой инфы нет. По локации бегает много зайцев, олень. Можно поохотиться. Подфармить мясо, шкуры. Прохожу вперед. На пути встречаю старика со старухой. Говорю со стариком. Его зовут Валерий. Спрашиваю, не знает ли он Петровича. Квест самогонщика 8 серия. Старик шифруется. Но в итоге говорит, что знает. Что по возможности зайдет к нему в гости. Квест обновился. Почему лес грохочущий, Валерий не знает. Но просит, чтобы я замочил четырех волков, которую докучают старикам. Подписываюсь, получаю новое задание. Сильно с ним затягивать нельзя. Иначе волки съедят старперов. Ну, бабка ничего интересного не скажет. В пне забираю топор и иду налево. По пути развилка. Слева схрон. Пустой. Справа находится деревянный идол. Сохраняюсь и кидаю в круг перед идолом мясо. Ну, где-то 3-5 кусков. В круг бьет молния. И я получаю навсегда плюс 1 к удаче. Сильно в круг не заходите, иначе молния может убить. После мясо можно забрать. Теперь иду от развилки прямо. Впереди кусты. Сохраняюсь, подхожу. Из кустов выходит охотник с оружием. Лучше с ним не конфликтовать. И вообще не разговаривать. Иначе он уйдет и больше не появится. Даже на высоких уровнях он может убить с одного выстрела. А на низких сюда вообще лучше не приходить. Есть тактика, как его легко убивать. Шмаляю гранату. Он должен упасть. Если не упал, перезагружаюсь. Ах да, забыл. По пути в грохочущий лес, Федя получил новый уровень. Качну-ка я ему навык кошачий глаз. Стрельба в темноте без штрафа. Охотник упал в мочу. После боя можно взять уникальное оружие винторез. Калибр 9,39 мм. 4 очка. На длинную очередь выстрелов. 7,15 урон. Охотник появляется только при первой встрече. А потом исчезает. Так что нужно приходить сюда подготовленным. Чтобы наверняка убить его. За ним находится полянка мухоморов и схрон. В котором учебная граната, патроны, хавчик и всякое такое. Возвращаюсь к старпёрам. И иду вправо от их лагеря. Возле растерзанной туши оленя стая. С легкостью убиваю волков. Федя теперь как коса смерти. Один выстрел, один труп. Забираю мясо, зубы. Возвращаюсь к деду. Сдаю квест. В награду старик даёт мне несколько рыбин. Снова иду направо, пока месть не подхожу к глубокой яме. Над ней поперёк лежит дерево. Первый вариант. Если спрыгнем туда, то потратим примерно 40 здоровья. На низких уровнях это будет смертельно. Второй вариант. Чтобы спуститься безопасно, нужно использовать верёвку. Но даже верёвка оборвётся, потратим 5 здоровья. И назад по этому пути уже не подняться. Так что вначале осматриваем всю локацию, а уже потом спускаемся в подземное царство. Есть мнение, что сюда можно попасть и другим путём. Справа и слева на глобалке есть тоннели. Но я оттуда заходить не пробовал. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. В следующей серии я покажу вам секреты подземного царства. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до свидания.